Я рад вас приветствовать на нашем лектории «Притчи раби Иисуса». И мы уже говорим неоднократно в наших предыдущих передачах о том, что притчи Иисуса – это не эзоповские басни в древнегреческом стиле, где все надо воспринимать в качестве аллегорий. Притчи Иисуса – это типичные раввинистические притчи. Они имеют соответствующую литературную форму, и они делятся на три основных типа. И наше понимание притчи во многом зависит от того, вернее, начинается с того, как мы понимаем тип самой притчи. Очень важно, мы об этом неоднократно говорили, очень важно не вырывать стихи из контекста. Особенно, когда мы говорим о тексте притчи, но и не только о тексте притчи. Очень часто, когда мы говорим о притче иллюстрации, в отличие от притчи истолкования, когда притча имеет истолкование, тут как бы уже ничего нет. Мы говорили пшеница плевелы, притча о сеятеле, притча о талантах, тут как бы само истолкование дает смысл. Когда же мы говорим о притче иллюстрации, которая иллюстрирует ту или иную концепцию, или же направлена кому-то адресно, то после притчи иллюстрации зачастую Иисус делает какой-то конкретный вывод. И если мы этот вывод вырвем из контекста, то у нас получается проблема. Ну вот, поэтому сегодня я хочу с вами разобрать два таких примера притчей, записанные в Евангелии от Луки. Это притчи иллюстрации, к которым идет вывод. И если мы этого не понимаем, то у нас возникает, естественно, проблема, и это ведет к фанатизму. Вот давайте посмотрим 12 глава Евангелия от Луки, 33 текст. «Продавайте имение ваше, давайте милостыню, приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». Продавайте имение ваше. Что Иисус проповедует эдакий такой коммунизм? Ну, я скажу, однозначно мы знаем, что вот такого рода стихами пользуются очень много аферистов и шарлатанов, которые создают эдакое некоторое псевдохристианство. Действительно, мы знаем, что бывали ситуации, когда христиан не продавали все свое имущество. Например, когда мы читаем историю в книге «Деяния апостолов», в первой христианской церкви продавалось имущество. Там, особенно когда, помните, Анания и Сапфира, утаили часть от проданного, то там была целая проблема, закончившаяся смертью обоих супругов. Но нам нужно учитывать контекст исторический, почему это так было. Потому что далеко не все общины христианские именно так вот жили, таким вот, можно так сказать, я бы сказал по-еврейски, кибуцам. Кибуц – это, ну, по-русски колхоз. Только когда у нас говорят «колхоз», вспоминается сталинская коллективизация и колхозы 40 лет без урожая, да, в которых загоняли студентов, вузов, чтобы подбирать картошку за комбайном. Ну вот, израильские кибуцы – это колхозы, которые приносят хороший урожай. Потому что, в отличие от советских колхозов, куда загоняли насильно, в израильские колхозы никто никого насильно не загонял. Это были такие энтузиасты своего дела, которые верили в то, что они отстраивают еврейское государство. Но, в принципе, опыт кибуцов, если так говорить, да, может быть, где-то есть в народе поговорка о евреях с сапками, да, но, тем не менее, опыт кибуцов, вот его можно взять именно из первых глав книги «Деяния апостолов», где ситуация была, ну, как говорится, серьезная. Там общество разделилось. Особенно после того, как во время Пятидесятницы приняло крещение три тысячи человек. Понятно, что это были евреи, да. Потом, сразу же после этого, в результате проповеди Петра и Иоанна в храме, принимают крещение еще пять тысяч человек. То есть, христианская община в Иудее начинает расти. Ну, и возникает трение. И трение возникает, в частности, такого экономического плана. То есть, верующие, уверовавшие, вернее, в Иисуса, как в Мессию Израиля, возвращались в свои селения. Ну, и там им оказывалось просто экономическое противодействие. Они не могли выжить там экономически. От них родственники отрекались. Их продукты не покупали. Ну, и тогда было принято такое решение, что вот апостолами, лидерами церкви в Иерусалиме, давайте сойдемся вместе и будем жить одной такой общиной, одной такой артелью. Ну, и, естественно, все начали продавать свои имения там, где они не могли заработать каких-то средств, там, где их притесняли, не давали возможность продавать свою продукцию. Продавали, приносили деньги, клали перед апостолами, и они были уже тогда в равных экономическим положениях. Их никто не заставлял лагать, что они продали свое имение и все деньги отдают в общину. То есть, они могли просто пожертвовать там и так далее. Но это был особый такой случай, это были особые обстоятельства, это был вопрос выживания первой христианской общины. И именно поэтому Бог поступил таким очень достаточно конкретным образом, потому что иначе бы это создало прецедент и хаос. Вот. Но можно ли подобный случай о том, что вот в первой христианской общине вот так все-все продавали, универсализировать таким образом, что вот, дескать, Иисус учит, если ты следуешь за мной, ну, все, все, что ты имеешь, продай. И вот здесь очень важно видеть контекст. Здесь видеть важно контекст вот этой притчи иллюстрации. И начинается этот контекст в 12 главе Евангелия от Луки с 13 текста. Здесь сказано, «Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить вас?» Это интересный тоже момент. Иисус является учителем, раввином, но в отличие от других раввинов, он не берет на себя функции третейского суди. Если мы читаем трактат, известный Мишня, это запись фарисейской традиции, которая была, в общем-то, документ раввинистический, он, в общем-то, его последняя редакция была в 200 году нашей эры, но он записывает древнюю фарисейскую традицию, которая сложилась на протяжении предыдущих 300 лет, то там самый, есть трактат по учению отцов, и там написаны такие слова. Моисей получил Тору на Синае, передал ее Иисусу сыну Новина, Иисус Новин судьям, судьи пророкам, пророки мужам великого собрания, то есть Синодриона. А те говорили, «Судите беспристрастно, собирайте себе побольше учеников и создавайте ограду для Торы». Вы видите, три задачи, которые сделали фарисейские раввины. Ученикчество, а мы об этом говорили достаточно, это Иисус делает. Ограда для Торы, то есть этические исследования Торы, тоже Иисус это делает. А вот судите, Иисус в Нагорной проповеди, когда объявляет фактически программу своей школы, которая, мы уже говорили в предыдущих наших лекциях, называется «Царство Небесное», он говорит, «Не судите и не судимы будете». У нас этот текст тоже не понимают, у нас этот текст воспринимают так, кто-то согрешает, а мы ничего не должны при этом сказать, потому что не судите и не судить мы будете. Нет, 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 друзья мои, это не по-русски не судите. Здесь конкретно Иисус не брал на себя функции третейского суди. Вот если бы был другой раввин какой-нибудь, из школы Шамая, из школы Гелеля, то вот этот некто из народа пошел бы к нему, тот бы сел, собрали бы небольшой такой раввинистический суд и начали бы разбирать дело его и его брата. Иисус говорит, «Меня это не волнует». А дальше он рассказывает притчу о том, почему его это не волнует. Она начинается с 16 текста. И, кстати, он здесь говорит в 15-м, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай на поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. «Вот сделаю, сломаю житницы мои, построю большее, соберу туда хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Вот интересное здесь как раз появляется учение Иисуса о душе. Есть такой известный реформатор, Жан Кальвин, он написал книгу «Наставление в христианской вере», и там целая глава посвящена тому, теме вот именно предопределения. И вот с предпосылкой к теории Кальвина о предопределении служит идея того, что у человека в его теле грешном находится вот душа. Ну, если так рассуждать, то непонятно, что это вдруг, душа вдруг кушать хочет. В теле грешном находится вот душа. Ну, если так рассуждать, то непонятно, что это вдруг, душа вдруг кушать хочет. Но в Библии душа регулярно кушать хочет. Вот, поэтому посмотрите, вот, например, в Таразаконе, 12 глава. Здесь сказано 15 текст. «Впрочем, только сколько пожелает душа твоя, можешь заколать и есть». И в другом месте сказано еще так. Тоже в этой же самой главе. «Если скажет душа твоя, поем я мясо». Вы понимаете, какая душа у нас интересна? То есть, если вдруг нам хочется какого-нибудь шашлычка, согласно Библии, это наша душа просит. Вот. Ну, а если мы понимаем, что изначальное определение слова «душа», согласно книге Левит, 17 глава, 14 текст, это кровь, ну, тогда совсем тогда понятно. Кровь наша белочку захотела. Вот. А тут у этого богача тоже душа захотела выпить. Вот. Понятно? Кровь требует разносить по клеткам питательные вещества. Вот. Но бог сказал ему, 20 стих, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же останется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, который собирает сокровища для себя, а не богатеет. И вот дальше он делает вывод. Вот после вот этого рассказа, после вот этой притчи, целью которой является иллюстрация того, что Иисусу абсолютно неинтересно заниматься с кем-то по поводу имущественных споров раздела наследства, да? В отличие, допустим, от фарисеев, вот если взять, допустим, трактаты Мишны, и потом это же Талмуд, да, позже создан, но в основе Мишны лежит огромный раздел, называется Низикин. Низикин – это называется материальные ущербы. И там все, что угодно есть. И как разделить наследство там. Самый длинный, можно так сказать, раздел, там такие три огромные трактата. Они на арамейском называются Баба Кама, Баба Миция и Баба Батра. Вот. И фактически, Баба – это по-арамейски ворота, но знаете, как она звучит. И вот Иисусу неинтересны были эти три Бабы со всеми этими имущественными спорами и так далее. И Иисус поэтому рассказывает эту притчу, что, в общем-то, что ты возьмешь с собой после смерти. И вот в этом контексте Иисус делает вывод. Суть этого вывода заключается в том, чтобы правильно расставить приоритет. Иисус не учит полностью взять на себя, например, обед бедности, ну, как это делали, допустим, монахи-францисканцы, к примеру, да. Вот. Иисус этого не учит. Иисусу помогают постоянно люди богатые. Но Иисус очень четко показывает, что собирание богатства, накопление материального имущества, решение имущественных споров ни в коем образом не должно являться приоритетом. И вот, кстати говоря, вторая притча и вывод к ней тоже касается приоритетов. И я, опять же, прочитаю вывод, и мы увидим, как этот вывод, если вырвать из контекста, можно совершенно превратно истолковать, но в контексте он абсолютно понятен. 26 текст, 14 главы Евангелия от Луки. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Ну, на этом тексте строят столько фанатических учений и течений. Вот. Мне приходилось неоднократно наблюдать ситуации, самая жуткая из них, в Портланде одна женщина перед смертью уже находилась в преклонном возрасте в больнице, и ее две дочери, одна дочь была с ней, а ее две дочери отказались приехать, попрощаться с ней, проводить ее в последний путь, потому что они принадлежали вот к такому вот, будем так говорить, радикальному течению, которым двигал вот один человек, которым был вот такой тотальный контроль, и вот они их учили. Все. Это женщина с ее старшей дочерью, они вышли из этого радикального течения и присоединились к нормальной библейской церкви, ну и за это им сказали, что все, этим двум дочерям, которые средние и младшие, все, возненавидьте вашу сестру, возненавидьте вашу мать, все, они не явились ни на похороны, ни на прощание, эта женщина успокоилась, Господи, но у нее так и осталось это горе, переживание вот этого разрыва со своими дочерьми. То есть, в чем проблема? Я знаю точно, что это, если так вот разобраться практически, когда говоришь с человеком о том, что надо посвятить жизнь свою, Иисусу, то тут сразу же этот текст в разговоре будет приведен. Так что теперь я должен оставить мою семью, мою жену и так далее, и так далее. Но, опять же, здесь мы видим тоже очень важный элемент, что это вывод к притче. И вывод к притче, которая рассказана здесь вот выше. Притча, здесь даже мы видим определенный кластер притч. Кластер этот притч в 14 главе начинается с очень важной дискуссии. Эта дискуссия с 1 по 5 стихи рассказывает о том, что Иисус спрашивает, можно ли исцелять в субботу. И это был один из споров между Иисусом и фарисеями. Кстати, говорят, здесь нужно отдать должное иудаизму. К концу 3 века в Талмуде уже начинает появляться конкретная идея о том, что спасение жизни оно превышает субботу. То есть, вы понимаете логику? Опять же, логика расставления приоритетов. Когда мы смотрели с вами притчу о самаритянине, мы видели, что священник и левит не касались к избитому путнику, потому что, думая, что он мертв, они боялись оскверниться. Они выполняли законы Торы. И Иисус здесь поднимает вопрос, что дороже любовь к ближнему, какая заповедь имеет преимущество? Это же все в контексте, какая наибольшая заповедь в законе? Возлюби Бога, возлюби ближнего. То есть, получается, согласно Матфею 22 глава «Возлюби ближнего» это заповедь номер два по приоритетности. Соответственно, она превышает всякие возможные ритуальные заповеди. А вот здесь тоже вопрос. Можно ли исцелять в субботу? Иисус приводит пример. Если у кого из вас осел или вол упадет в колозис, то час ли вытащит его в субботу? То есть, вопрос приоритетности. Да, вот вроде суббота, вот вроде все, но если происходит какой-то форс-мажор, особенно связанный с риском для жизни даже животному, что идет приоритет? Вот почему в Талмуде уже у нас четко написано, что спасение жизни, оно имеет преимущество перед заповедью о субботе. И даже сегодня, в общем-то, ортодоксальности, больные иудеи, которые являются докторами, они вне случаи необходимости выходят на работу в госпиталь, чтобы оказать помощь больному. Но вот во времена Иисуса это как раз был пример вот такой вот этической дискуссии. И вот Иисус является частью этой этической дискуссии. И поэтому он рассказывает вот такую вот притчу. Здесь значит притча о званом обеде. Он же сказал, 16 текст, один человек сделал большой ужин и звал многих. Когда наступило время ужина, послал раба своего, сказав званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее, прошу, извини меня. Другой сказал, я купил пять порвалов, иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, потому не могу прийти. И возвратившись, раб донес о всем господину своему. Тогда разгневавшись, начальник дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам переулкам города и приведи сюда нищих увечных хромых слепых. И сказал раб, господин, все исполнено, как приказал ты, и еще есть место, сказал рабу, пойди по дорогам изгородям, убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, никто из званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Вот это вот вторая из двух притч, которая в общем-то в своем ядре, в своей сути рассказывает о приоритетах. Первая притч, она такая, коротенькая, где речь идет о том, что Иисус говорит, ты лучше сядь на самое худшее место, чтобы тебя позвали потом, нежели ты сядешь на лучшее место, и тебя подвинут. То есть, это такой вот определенный прагматизм в расставлении приоритетов. Кстати, первая притча, она очень популярна и встречается в частности в Медраше тоже. То есть, это типичная раввинистическая притча. Но вторая притча, она особенно ярко показывает вопрос приоритетности. То есть, прийти на званный ужин для всех званых не оказалось приоритетом. И вот в этом смысле Иисус использует вот эту гиперболу, типичный прием, раввинистическая гиперболу. Преднамеренное преувеличение, как в Евангелии от Матфея, пятая глава. Если искушает тебя глаз твой, что? Вырви его, да? Ну, я знаю очень много христиан, да? Я думаю, что все мы поддаемся искушению. Давайте повырываем себе глаза. То есть, мы понимаем, что это гипербола. Точно так же и здесь. Кто приходит ко мне и не возненавидит отца и мать свою, является выводом к серии притч, которую Иисус говорит в 14-й главе, начиная с 7-го стиха. Первая притча, она малая притча, которая просто рассказывает нам о том, что лучше человеку сесть на более низкое место, нежели сесть на высокое и оказаться попрошенным. Вторая же притча очень конкретно говорит о том, как мы расставляем приоритеты. Приглашение хозяина для своих друзей не было приоритетным. Приобретение земли, валов, женитьба, все имело больший приоритет. Иисус говорит о мое приглашение. Какой приоритет вы ставите ему? Что выше, следовать за мной или семья, работа, деньги и так далее? Давайте расставлять правильно приоритеты. Тогда в нашей жизни будет все работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова